Друзья, всем привет! И с вами я Михаил Шилов, автор проекта корректура.ру, докторшилов.ком, блушин.ру и прочего других. Обязательно подписывайтесь и заходите на канал. Сегодня второй урок или занятие. Я расскажу вам про петли ТЛХ, как я работаю на них ноги. Я вам покажу сегодня четыре-пять упражнений, их гораздо больше, те, которые я сегодня буду применять для проработки. Очень хорошо на петлях ТЛХ прорабатывать ноги в режиме плеометрики, то есть на взрыв. Это различного рода выпрыгивания. Конечно, можно делать это и без петель, но петли позволяют это делать более скоординированно, более точно и дозировать легко нагрузку. Это для тех, кто только начинает заниматься, например. А для тех, кто занимается давно, способы вы помните, какие есть. Чем отклонение будет угол больше, тем сопротивление, соответственно, будет выше. Или наоборот, зависит от того, какое вы делаете упражнение. Итак, упражнение номер один, которое я сегодня буду делать. Это выпрыгивание с двух ног вверх во прямом весе. Откидываюсь назад, сел в полный период глубоко и выпрыгиваю вверх. Старайтесь ноги до конца разогнуть, чтобы его вот так. Слабнутые ноги вы не должны стараться. То есть ноги вы разгибаете и даже носочки оттягиваете. Нужно понимать, что прыгать надо не четко вверх, а иначе потеряется вот этот натяг. То есть натяг надо сохранять. Поэтому выпрыгивать должны немножко назад. Как отклонились, вот по этому вверх, то вам нужно выпрыгнуть назад. Чтобы на всем протяжении прыжка сохранялась полностью натянутая вот эти предыксы. Вот так вот. Упражнение номер два. Это выпады в сторону. Конечно, можно делать это без петель. То есть выглядело бы это так. Так. Раз. Два. Какой в этом плюс? Без петель это делать намного тяжелее. Но требует большей растяжки и подвижность сустава. Когда человек начинает только заниматься, еще когда у него, предположим, есть живот, то ему очень трудно сесть таким образом. Вот таким. То есть живот мешает, еще стопа не гнется, надо вставать на кончики пальцев, чтобы сесть. И вообще не получается. Здесь намного проще. Почему? Потому что вы это делаете в откиданном состоянии. То есть вы откидываете назад и садитесь. То есть вы фактически можете сесть на пол. Если бы вы это делали без петель, то вы бы просто сели бы на пол и уже подняться бы не получилось. Все. А с помощью петель вы не падаете. И поэтому это не то, что легче. Так удобнее. Сейчас хотим раз. Раз. Два. Что важно. Не поднимайте себя руками. То есть не подтягивайте себя руками. Иначе руки не будут работать. Руки просто держат. Их просто выпрямим. Вот. И все. И руки не подтягиваются. Работает только нога. Можно работать с одной ноги. Вот. Таким образом. То есть сделать 20-30 раз. Потом на другую ногу точно так же. Третье. Это пистолетик. Опять же, конечно, пистолетик сложнее всего делать без петель, без ничего. Просто так. А лучше еще гантели взять, например. Еще в стапе какой-нибудь мяч. Ну это пол, мяч. Чтобы баланс держать. Максимилизаторы, чтобы работали. Это сложнее. Петли позволяют работать. Ну, капдазировать нагрузку. Особенно если вы на пистолете можете сесть один-два раза, не больше. С петлями вы можете сделать 10-15 раз. Чтобы работать в амплитуде более качественной силы. Как это делается? Точно так же. Чтоб тяга. Одну ногу. Таким образом. И в пистолетику курить. Здесь. Очень важный момент. Опять же. Не подтягивать себя руками. Чтобы было вот так. То есть тогда вы не ногой работаете. А работаете руками. Но. Если вы работаете дропсет. То есть вы уже присели, например, 15 раз. И уже нога не поднимает больше вас. Вы можете помочь себе если еще парочку-троечку раз. Если стартануть с рукой. То есть вы заканчиваете праздник 20 раз. У нас уже не можете встать. Вы чуть-чуть подстартанули. И уже можно встать больше. И вы можете до конца пройти. На пистолетике простом вы этого не сделаете и не провете. Петли помогают лучше регулировать нахуй. Упражнение номер четыре. Которое мы работаем сегодня. Это выпрыгивание в обратную пись. То есть руки фиксируем на плечах. Либо на поясе. Что нужно принять? Такую позу призмлившегося супермена. Как это в фильме Хайк. Типа вот так. Вы садились. На одну ногу. Загрузились. И теперь нужно выпрыгнуть. Вот как вы висите. Вот чтобы вектор прыжка был по линии тела направо. Вы прыгаете. Я вот так садимся. До касания коленок. И выпрыгите с обратной патент. Старайтесь задней ногой. Не толкать себя. В принципе даже можно вообще просто поднять перед пешком. Сразу. И выпрыгнуть с одной ноги. Но когда уже сил не хватает, опять же, можете помогать немножко вправо. То есть чуть-чуть протолкнуться. Можно прыгать с одной ноги. А можно чередовать их в каждом месте. Прыжок. Прыжок. Мы меняем. Прыжок. Мы меняем. Прыжок. Вот. Так. И номер 5 упражнение. Это имитация выпадов, когда у вас с задней нога стоит на лавке, например. Можно же делать на лавке. Почему на петлях? На петлях подключается больше мышц стабилизаторов. Соответственно, большее количество работает. Более сильно прорабатываются связки, сухожилия и суставы. А мышцы более качественные. Так. Значит, как делать. Засовываем в петлю. Развалачиваем. Можно сесть просто. Как бы в полную петлю, чтобы петли висели прям перпендикулярно полу. Но если вы на пусту хотите по полному нивелировать, то можете экспериментировать с тем, как будет натянута самая петля. То есть можно ставить на пол. Опять же, ногу можно приседать, можно как. Так. Модокин будет больше назад, тогда будет больше работать ягодичная мышца и бицепс бедра. Так можно приседать таким образом, чтобы колено сильно нависало над пальцами. Вот сюда надо. Вот так вот. Тогда квадрис, то счастливо получается. Модокин. То есть два варианта. Первый вариант. Для этого вы немножко погоняетесь и нависаете сильно колено над пальцами. Второй вариант – это свой бородок. То есть, видите, тебя назад будет. И у меня колено перед пальцами. То есть оно нависает над пяткой. Такой вариант. Вот. Опа. Вот такие варианты. И на сегодня все. Сейчас я это все буду делать. Буду делать в каждом упражнении я буду делать 3-4 подхода. То есть 5 упражнений по 3-4 подхода. Первый подход идёт адаптивный всегда. То есть не на полную нагрузку, не дружение, но в плиту гортона. Вот. Вот. А потом 2-3 рабочих подхода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok